Девушки отдыхают 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 в защите цесказа это будет наказывать и торба в карасев ртл томас ртл возможно включил режим партнеров не сказать что они не бьют на себя инициативу тот же морган 5 бросков нанес семен антонов с этой же точке интересно два или три таких легких очков зенита сегодня не достает и смотри какая аккуратность два из трех дальних попадания томас ртс продолжает вообще наверно в истории лиги втб ну и в этом сезоне в частности да свое имя в истории он уже в любом случае вписал армейцы просто отказываются они с дистанции теперь же от оливье хэнвана 40 у цск за 4 минуты до конца первой половины да вроде зенит начинает отвечать просыпаться вместе с кск ареной но как бы далеко уже подбираться если зенит хочет навязать сегодня борьбу 3 балла идет под кольцо довольно таки такие трудовые два очка набирает уже сейчас пятерка где сразу такие три серийные снайпера это подбор за армейцами вэр уже так особо никуда не торопится мало 3 был слишком легко и здесь уже даже сергей торопов который вылетел на подстраковку не успел тренд фрейзер смазал снова попытку и амад имбай будет эту этот шанс реализовывать но действительно цска сегодня залетает все да когда есть домашняя площадка это поддержка фанатов которые сегодня заполнили всю арену солдат сам кетербурге без контр классический виз 2 очка засчитаны и волосы штрафной у линз хантера осталось много фанатов казани у Каспер Уэр борется за почвение мяча Хэнлон Ухов такой темп хороший у цска Иван Ухов совсем один и его символично что так завершается первая половина и армейцы остались вне борьбы начинается у нас вторая половина с атаки армейцев Мело Тримбл как красиво как играючи делает это Мело Тримбл очки с игры это Хантер Фрейзер и РТЛ в принципе все о ком мы говорили сейчас после большого перерыва Мело Тримбл после двух очков проходит при таком счете можно и Кармелу Энтони показывать и кого-либо еще 0-5 на старте 3 четверти и только сейчас РТЛ как будто вот действительно один поливоин он доказывает опять же да чтобы берет Хантер Морган вроде бы убежал быстро отрыв его партнеры не увидели Волькин в быстром отрыве забирает его и как встречает это Зенита надо его использовать двигается мяч потрясающего цска чему приведет от движения Амат Эмбай находит легкую атаку из-под кольца как раз наверное тот игрок который сегодня мог бы Зенит очень пригодится Морган вот он выместил все свои неиспользованные шансы на кольце воткнул сверху и побежал защищаться его энергия команде очень от ЦСКА да может что-то не ладится в атаке но дисциплина в защите это вот основа Хантер вот его шанс не стал даже сверху не точно но и подбор у него атака армейцев продолжается передачи на Остапковича не получилось какой мощный блокище это да это Морган Игорь Волькин поднимает на уши к СКА арену но может трех секунд в зоне Хантер не дал мяч получить Ливио Жан Шаулю а вот Эмбай дотянулся Ливио да когда большие комбинируют под кольцом это конечно дает большое тебе преимущество опять же Андреас Пистеллис очень да действительно сегодня они играют первым номером не дают разыграться например тренду Фрейзера в районе тридцатки уже повисла она и Фрейзер та же точка тот же результат снова Фрейзер с мячом разменивается он на Хэнвана это не назвать неравноценным разменом но посмотрите что делает трен Фрейзер вот так становится любимчиками публики в том матче больше мы его на площадке сегодня не увидим один из самых эффективных российских игроков а как пошла игра то посмотри у Зенита Хэнвана уже наверное секунд пять было на чужой половине мяч до него так и не дошел его только сейчас он его получает на периметре Хэнвана три очка опять же это не назвать разменом Хэнвана за тем же Фрейзером в целом-то успевает Денис Захаров решается на попытку таааа есть бросок у Дениста есть интересно что вот начиная с третьей четверти на площадке в принципе равная борьба двадцать четыре двадцать четыре и три три в отрезке зенит в атаке фрейзер и сам удачной передачи на торопова 40 осталось на бросок и закрывает тяжелейшее дальнее попадание вот тоже шанс для многих игроков доказать тренеру что они готовы к этому ритму ритму полуфинал четвертом игровом отрезке сейчас идеальный момент для броска и находит это настоящий снайпер и чемпионата италии стандартативный игрок будет играть кстати финале четырех евролиге за олимпиакоса но при этом даже без них команда смотрится очень здорово тренд фрейзер это одна из его любимых точек и точно седьмой матч проводил на домашнем паркете в мегаспорте а зенит встречался с казанским униксом и свою седьмую игру проиграла как раз составляют и вот этого мяча избавляться порой это действует если игрок не находят вариантов для развития атаки каспер уэр как раз набирает давление и ответственности сейчас вы рад ковать не стал антонов не бросает это делает джекири и забивает и сохранить лицо на домашнем паркете эти очки вот уже можно сказать во время четвертой четверти но как хорош сегодня конечно цска по-прежнему зенит позволяет сопернику подобные атаки проводить хорошая скидка игорь волькин ответит да точно трехочковый больше должно быть собственным игрокам так мне кажется такими темпами евгений островский и и суде концу противостояния могут говорить и на испанское головах игроков цска цель набрать первую сотню в этом полуфинале игорь волькин дарит нам очень яркий момент и он успел сделать это же супермена это взлетел энергичного вот очень редкий момент когда мяч просто не зашел в кольцо но в этой атаке цска все-таки набирает очки 97 70 игровые минуты свои оправдал по-то не джекири показывает как заносить сверху и до последней секунды цска атаковать не будет 99 73 с таким счетом армейцы выигрывают пятый матч полуфинальной серии и таким образом а счет в этом противостоянии становится 3-2 в пользу команды андреаса пистелес важный шаг цска на пути к финалу